Таза очень древняя порода. Окончательно она сформировалась 4000 лет назад. Ее прародителями были борзые собаки древнего Египта, тезем, арабские слюги и персидские салюки. Вот благодаря, наверное, этим трем породам получились современные тазы. Вообще, самое большое поголовье этих собак сейчас, наверное, насчитывается в Казахстане. Вы знаете, я, наверное, здесь, правда, уже практически свой, потому что это очень редкий случай, когда тазы подходят и дают себя гладить абсолютно постороннему человеку. Эти собаки меня видят первый день. Но вот они стоят, я их могу спокойно погладить и рассказать о них. Вообще, тазы бывают гладкошерстные и длинношерстные. До 13 века они были примерно все вот такого вот достаточно светлого окраса. Но в 13 веке через эти земли проходили монголы. Вместе с ними шли собаки так называемой черной масти. И вот после того, как монгольские собаки скрещивались с местными тазами, появились собаки темных окрасов. Но вообще они не свойственны для Казахстана. Вот абсолютно правильный, считается исторически правильный, вот такой окрас. Мне здесь рассказали, что в свое время тазы могли заходить в юрту, могли спокойно располагаться в ногах человека. Их никто не прогонял по той простой причине, что, как я говорил, этих собак не называли собаками. Это были настоящие кормильцы. Когда-то давно благодаря этим собакам выживали целые семьи, потому что охота таза считается достаточно высокопродуктивной. Например, хорошо натасканная таза, догнав лисицу, старается сомкнуть челюсти на ее шее, а потом быстро скрутить, подминая под себя. А зайца же собака старается взять за хребет. А вот когда поблизости нет ни лисицы, ни зайца, так хорошо искупаться в теплой степной пыли. Редактор субтитров А.Семкин